Войти в топ-10 страны, увеличить количество студентов до 9 тысяч, привлекать лучших педагогов. О перспективах развития Североказахстанского государственного университета имени Монаша Козыбаева говорили на областном общественном совете. Всего здесь рассмотрели 14 вопросов, каких расскажет Кристина Горбаченко. Последние годы Североказахстанский университет стал терять свои позиции. Уходят квалифицированные кадры, меньше становится и студентов. Как будут исправлять ситуацию, рассказывает Серик Умирбаев. Ректором СКГУ его назначили год назад. Сейчас учебное заведение занимает 16 место среди университетов Казахстана. К 2019 году он должен войти в десятку лучших. Для этого разработали стратегический план. Основными стратегическими направлениями были определены 6. Это современная кадровая политика, основанная на принципе, меритократии. Это подготовка конкурентоспособных кадров на основе инновационной образовательной деятельности. Это интеграция образования науки и производства. Формирование духовно-нравственных ценностей здорового образа жизни. Оплата за год учения не меняется несколько лет и составляет чуть больше 300 тысяч тенге. Это меньше, чем в соседних регионах республики, но больше, чем в приграничных областях России. Поэтому многие североказахстанские выпускники школ уезжают именно туда. По мнению членов рабочей группы, которая занималась этим вопросом, сейчас нужно развернуть масштабную профориентационную и рекламную работу. В школы должны пойти уважаемые педагоги нашего университета. К сожалению, это я говорю своего опыта, последние 5 лет к нам, кроме выпускников или студентов 3-4 курса, никто не приходил. И приходили зачастую с просьбой, подпишите справочку, что я провел профориентационную работу. Вот этим у нас ограничилось. Далее об исполнении областного бюджета за прошлый год. Доходы поступили по всем основным позициям. И составил он 158 миллиардов 480 миллионов тенге. Почти половину региональной казны в 2016 году направили на развитие социальной сферы. Организация образования с учетом строительства направленных бюджетных средств в сумме 10 миллиардов 335 миллионов тенге. На здравоохранение в 2016 году направлено 25 миллиардов 485 миллионов тенге. Расходы областного бюджета на социальную защиту населения составили 2 миллиарда 749 миллионов тенге. Доклад о бюджете члены совета одобрили. А руководство облздрава просит признать утратившим силу решение областного маслехата за 2013 год о дополнительном предоставлении бесплатных лекарств отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении. Всего на заседании общественного совета рассмотрели 14 вопросов. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК.